На самом деле, недавно совсем было у нас новыми препаратами эрлотиниб и гифетиниб, и мы пытались понять, что такое рецептор эпидермального фактора роста. А сейчас уже появилось второе поколение ингибиторов тирозинкиназы, а уже, насколько я знаю, в марте или в апреле зарегистрировано третье поколение. То есть невероятно быстро, невероятно расширяются наши возможности лекарственного лечения, и, соответственно, расширяются наши возможности воздействовать на лечебный процесс. Ну вот, два слова все-таки об этой схеме, которая уже всем, с одной стороны, набила оскомину, но, с другой стороны, она очень важна, потому что роль рецептора эпидермального фактора роста, она очень важна не только для опухолевых клеток, но и для нормальных клеток, потому что она обеспечивает, собственно, жизнедеятельность клеток, и пролиферацию, и метаболизм, и дифференцировку, и выживаемость этих клеток. Но основные события также... Не слышно, да? Основные события также происходят при опухолевых, с этим рецептом, при опухолевых процессах. Вот гиперэкспрессия отмечается при практически всех солидных опухолях, и молочная железа, и колоректальный рак, и рак яичников, и немелкоклеточный рак легкого. И вот эта гиперэкспрессия рецептора, она, как правило, свидетельствует о плохом прогнозе, о резистентности к химиотерапии и так называемом метастатическом фенотипе, когда опухоль приобретает способность к метастазированию. Евгений Нович уже показывал вот этот революционный момент, когда было выявлено, собственно, случайно было выявлено, что... А было это так, значит, когда проводилось исследование в Соединенных Штатах, ИРС, и отбирались, естественно, все пациенты с опухолями легкого, и были зарегистрированы, ну, какие-то драматические, как сейчас говорят, эффекты, которые состояние больных резко улучшалось, исчезали признаки опухолевого процесса, а у большинства больных не было. Так вот, так сказать, сначала подумали, что эти больные должны иметь какие-то изменения, но никаких, так сказать, идей не было. И потом вот как бы вот как раз Томас Линч вместе со своей группой, с молекулярными онкологами, биологами, они сумели обнаружить вот эту корреляцию между наличием мутации рецептора и эффективностью ингибитора тирозинкиназа. И вот, собственно, с этого началось тщательное изучение этих пациентов, и мутация этого рецептора. Оказалось, что рецептор в 50 раз более активен при наличии мутации. Это легант независимая, то есть не обязательно связанная с легандом, и демберизация рецептора для того, чтобы передавался сигнал. Ну и преимущественно, так сказать, это гетеродемберизация, даже если она происходит, то она происходит HER1 и HER3. Ну, тоже все мы хорошо знаем, что мутации наблюдаются при аденокарциноме, у некурильщиков, у женщин и у представителей азиатской расы чаще. Ну вот здесь диаграмма, но она как бы основана на статистике наших потенциальных противников. Видите, у нас ситуация несколько иная. Здесь аденокарцинома 50%, да, в Соединенных Штатах, в нашей стране примерно 55-60% составляет плоскоклеточный рак, потому что все-таки основной фактор является курение. Ну вот аденокарцинома, при аденокарциноме примерно 20% пациентов имеют мутацию рецептора эпидермального фактора роста. Если экстраполировать вот на те данные, которые мы здесь имеем в Санкт-Петербурге, то оказывается это примерно 3% мужчин, страдающих немелкоклеточным раком легкого, но чуть больше женщин, потому что, видите, у наших мужчин 56% плоскоклеточный рак легкого, у женщин плоскоклеточного рака легкого пока меньше, но учитывая интенсивность курения среди наших женщин, наверное, можно ожидать последующего роста. То есть цифры небольшие. 3% для мужчин, 7% для женщин. Значит, ну это уже ватафол мы, так сказать, смотрели с вами. И для того, чтобы, хотя, в общем, не совсем понятно, потому что когда я пришел в онкологию, нас учили статистики, что, собственно, рандомизация нужна тогда, когда нет черного и белого, а есть какое-то, так сказать, некоторое улучшение на 10, 15, 20%, и вот чтобы доказать, что это 10%, а не 15, не 5, нужна рандомизация. Вот в такой ситуации я, честно говоря, не очень понимаю, зачем нужны рандомизированные исследования, когда, собственно, практически у всех пациентов наблюдался лечебный эффект. Но, тем не менее, Food and Drug Administration требовала проведения рандомизированных исследований, они были проведены. Вот АйПАС на азиатской популяции пациенты получали одни гифетиниб, другие поклитоксел с карбоплатином, и было показано, что если пациенты, правда, при ретроспективном пересмотре имели мутацию, то эффективность гифетиниба оказалась значительно больше, чем химиотерапия. И наоборот, если мутации не было, то ингибитор тирозинкиназа оказывался менее эффективным с точки зрения времени до прогрессирования. Другое исследование, очень важное, было сделано на европейской популяции, и здесь уже пациенты отбирались на основании наличия мутации рецептора эпидермального. Одни получали эрлотиниб, другие получали тот или другой вид химиотерапии. Здесь подтвердилось влияние применения ингибиторов тирозинкиназа на время до прогрессирования пациента. Вот здесь частота лечебных эффектов, вот эти вот афолы для химиотерапии. Видите, 21%, если по РСИС-критериям, и 72% для эрлотиниба. В общем, достаточно убедительно. И на этом основании, если посмотреть все гайдлайнзы, и европейские, и американские, везде написано, что при наличии мутаций, синсетизирующей, так называемой, показано проведение ингибиторов тирозинкиназы первого поколения в первой линии. Что касается первой или второй линии, вот здесь, как бы, так сказать, Евгений Наумович уже сказал об этом, действительно французы, и они очень настаивают на своей позиции, они, несмотря на наличие мутации, они проводят пациентов в первой линии химиотерапии. Именно предполагая, что не все больные при резком ухудшении самочувствия могут получать полноценную химиотерапию во второй линии, и таким образом, так сказать, так как нет существенного влияния на общую выживаемость, то допустимо использовать их и во второй линии. Они очень, так сказать, стоят на этой позиции твердо. Ну вот, появились ингибиторы тирозинкиназы второго поколения, и наиболее, так сказать, успешным оказался афотиниб, который уже зарегистрирован, и даже зарегистрирован в нашей стране. Особенностью является то, что он необратимо ингибирует рецептор эпидермального фактора роста. И вот одно из первых исследований, которое было посвящено изучению эффективности этого препарата, так называемый люкс-1, в который включались пациенты, получавшие либо химиотерапию, либо уже получавшие ингибиторы тирозинкиназы. И оказалось, что эффективность этого препарата с точки зрения времени до прогрессирования, она превышает значительно плацебо. Ну, плацебо, так сказать, когда я раз речь шла о третьей-четвертой линии лечения, которая, собственно, не существует в стандартах, то, в общем, допустимо было использовать плацебо, и видите, эффект статистический достоверность. Только что касается влияния на общую выживаемость, здесь такого, то, собственно, эффекта не было. Следующее исследование, которое было посвящено изучению афотениба, это люкс-2, и вот видите, вот афол, здесь уже включались больные с мутацией рецептора эпидермального фактора роста, которые не получали ингибиторы тирозинкиназы, но получали не более одной линии химиотерапии. Практически стопроцентная эффективность препарата у пациентов при наличии мутации. Следующие два исследования, они люкс-2, люкс-3 и люкс-6, одно проводилось у пациентов в качестве группы сравнения, был цисплотин с пиметриксетом, во втором цисплотин с гемцитабином. Они убедительно показали также преимущество афотениба в целом над химиотерапией при наличии мутации эпидермального фактора роста. Но вот здесь выявилось то, о чем говорил уже Евгений Наумович, очень важная информация о том, что на самом деле у пациентов, да, это вот результаты общей выживаемости, это, видите, не просто увеличение времени до прогрессирования, что мы с вами обычно видели, а увеличение общей выживаемости, как в люкс-3, так и в люкс-6. Но эффект оказался, да, эффект оказался только при наличии Делеце в 19-м их зоне. И здесь несомненное преимущество ингибитора афотениба по сравнению с химиотерапией. Тогда как при вот этой мутации L858R, которая тоже, так сказать, у нас рассматривается как показание для назначения ингибитора тирозинкиназы, эффекта практически афотениба не было. Видите, даже химиотерапия оказалась более эффективной, как в одном, так и в другом исследовании, что на самом деле практически чрезвычайно важно. Да какой препарат все-таки лучше на сегодняшний день? Гефетениб, эрлотениб или афотениб? Что нам-то назначать, когда мы, так сказать, видим пациента? Фирма говорит о том, что цены на сегодняшний день сопоставимы, да? То есть, так сказать, ценовая, с точки зрения ценовой политики, здесь не можем руководствоваться этим. Значит, сейчас проводится прямое сравнение, я, по-моему, люкс-7, да, вот это исследование, которое еще не опубликовано, где проводится сравнение гефетениба с афотенибом. Так что будем ждать результатов этого исследования. А пока вот результаты исследования, которые были сделаны у пациентов с плоскоклеточным раком легкого. Это люкс-8. Одни получали афотениб, другие получали эрлотениб. Правда, речь шла уже о том, что это пациенты, получая, были интенсивно лечены химиотерапией. И вы спросите, а почему плоскоклеточный рак? Но если мы говорим о стандартах лечения немелкоклеточного рака легкого, то использование ингибиторов тирозинкиназы собственно сопоставимо по своей эффективности со второй и третьей линией химиотерапии. То есть таксотером примерно от 8 до 10%. И вот результаты этого исследования. Здесь достоверно более высокая эффективность с точки зрения контроля заболеваний и частоты объективных эффектов. Они мизерные, 2,8 и 5,5%. Здесь и достоверности 0,55. Но преимущество афотениба очевидно. И здесь несколько выше время до прогрессирования. Оно чуть, так сказать, ниже, то есть 0,4. И даже оказалось выше показатели выживаемости. Но вот когда было не совсем понятно, а почему же, так сказать, почему лучше. И так как мутации практически, вот то, что говорил Евгений Наумович, так называемые канонические мутации практически не бывают при полоскоклеточном раке легкого. Так вот оказалось, что все-таки, где-то этот слайд потерялся, значит, что мутации, вот только что было опубликовано исследование в Lancet Oncology, так называемой оценкой эффективности афотениба при неканонических мутациях, которые наблюдаются при, при, наблюдаются при, именно при плоскоклеточном раке. Так вот, это редкие мутации, которые наблюдаются там в 5, менее чем 5% пациентов. Но именно их наличие, вероятно, объясняет более высокую частоту, частоту эффекта афотениба у этих больных. Спектр токсичности афотениба и эрлотениба несколько отличается. Здесь преобладает диарея, тогда как при пациентах, получающих эрлотениб, кожная токсичность. Ну вот, мы все знаем, что рано или поздно, несмотря на наши восторги и восторги больных от эффектов этих препаратов, рано или поздно развивается резистентность. И резистентность, она в большинстве случаев связана с появлением новой мутации Т790, СИМЕТ-амплификации или даже трансформации в мелкоклеточный рак легкого. Ну вот, в отношении СИМЕТ тоже интересно. И вообще сейчас рекомендуется выполнять секвенирование, так сказать, неоднократное. То есть и до начала лечения, и в процессе лечения при прогрессировании. Потому что вот только что на АСКО был доклад, посвященный выявлению вот этой СИМЕТ-амплификации на фоне терапии ингибиторами тирозинкиназы, когда наблюдается прогрессирование, если выявляется прогрессирование именно обусловленное вот этой амплификацией СИМЕТ, то назначается препарат кризотениб, другой ингибитор, да, и получается, который при алк-мутации получается, так сказать, очень хороший лечебный эффект. Особенностью ингибиторов тирозинкиназы, в отличие от того, что мы используем при химиотерапии, является все-таки иная оценка эффекта. Посмотрите, вот этот пациент, которого классически показывают во всех журналах и на многих презентациях, вот поражение легкого до начала ингибитора тирозинкиназа. Наблюдается через 3 месяца регресс, через 14 месяцев формально, соответствуя критериям РСИС, наблюдается увеличение размера опухоли и прогрессирование опухоли. На больного продолжает лечить, и через 30 месяцев опухоль достигает вот таких размеров, то есть еще практически год больной получает эти препараты. И связано это с тем, что появление вот этой новой мутации, Т790М, оно приводит к больше, более доброкачественному, индолентному течению опухоли. То есть не то, что мы с вами видим обычно при химиотерапии, когда при прогрессировании, наоборот, так сказать, опухоль становится более агрессивной. Здесь, наоборот, вот этот клон, он протекает, вот его кинетика, он растет медленнее, чем при Делеце в 19-м экзоне. И вот что дальше происходит. Больного продолжают лечить, делают повторную биопсию через 30 месяцев, обнаруживают мутацию Т790М, но продолжают лечить. И вот здесь прекращают ингибиторы тирозинкиназа, когда уже проявляются клинические симптомы заболевания, и потом переходят. Но это лечение не через 14 месяцев восстанавливается, а через 37 месяцев. Понимаете, чтобы практически два года дополнительных больной не получал химиотерапию, а получал ингибиторы тирозинкиназа. Но здесь тоже важное вот такое обстоятельство, что после прекращения у некоторых больных наблюдается, примерно у четверти больных наблюдается взрыв роста. Поэтому вот интервал между началом химиотерапии и прекращением ингибиторов тирозинкиназа, он должен быть по возможности сведен к минимуму. Вот видите, что происходит после отмены ингибитора тирозинкиназа. Резкое увеличение и метаболической активности на ПЭД, и кинетической активности в опухоли. Поэтому рекомендуется сразу начинать химиотерапию. И вот изменение этого подхода, видите, здесь проанализировали, так сказать, как это сказалось на времени до прогрессирования и общей выживаемости. Вот как мы лечили до 2012 года, когда начали исповедовать вот эти принципы, о которых я говорю, и показатели времени до прогрессирования были значительно хуже, чем когда мы пришли к современному подходу, когда продолжается терапия тем же препаратом, несмотря на формальное прогрессирование. Значит, что может быть при прогрессировании? Может быть стремительный рост опухоли. В этом случае, естественно, надо назначать химиотерапию. Может быть медленное, вот как в том примере, о котором я говорил, медленное торпидное прогрессирование. Тогда рекомендуется продолжать ингибиторы тирозинкиназа и не переходить на химиотерапию. И может быть прогрессирование в каком-то локальном, каком-то очаге. Везде стабильно, а появляется метастаз в головной мозг, или появляется метастаз в легком. Тогда для этих пациентов рекомендуется продолжение терапии ингибитором тирозинкиназы и назначение выполнения какого-то локального лечения или радиохирургии, или хирургическое лечение. Что делать? Если больной получал ИРС или Торцевую, у него прогрессирует опухоль. Одной из опций является, возможно, использование афотиниба в качестве второй линии. Видите, вот ватафол, который свидетельствует о том, что препарат достаточно эффективен, и у каждого десятого удается добиться регресса опухоли. Другой очень интересной, но малореальной для нас опцией является использование комбинации афотиниба с сатуксимабом. И здесь получается, видите, какой прекрасный водопад. Причем эта комбинация эффективна у пациентов с мутацией Т790М. Третье поколение ингибиторов тирозинкиназы – это СИО-1686. Вот исследование на животных. Посмотрите, вот эти пациенты имели, все имели мутацию либо Т790М, либо Л858Р, которым резистентны к афотинибам. Сто процентная эффективность. И вот только что были в этом году опубликованы результаты исследования, и препарат одобрен FDA в Соединенных Штатах. Он называется РОЦИЛЕТИНИБ, который эффективен у больных с мутацией Т790М. Посмотрите, сто процентная эффективность. Потрясающе, да? То есть у нас появляются колоссальные возможности продления жизни пациентов, причем абсолютно реального продления жизни и улучшения качества этой жизни. Но, правда, здесь совсем другой токсический спектр. Смотрите, практически нет кожной токсичности, других осложнений. Но появляется гипергликемия, которая тоже представляет, несомненно, проблему. Другой препарат, не менее интересный, который это Астрозенека АЗД-92-91. То же самое эффективен у пациентов с мутацией Т790М. Посмотрите, какой ватафолл потрясающий. 61% эффектов. И показатели времени до прогрессирования. Если есть мутация с Т700, посмотрите, какой хороший эффект. Если нет мутации, препарат менее эффективен. Это тоже препарат сейчас активно изучается. Эти данные сейчас были представлены на АСКО, и они, конечно, представляют несомненный интерес. Ну и, как бы, возвращаясь к началу, когда мы говорим о пациентах с аденокарциномой, мы делаем с вами, определяем наличие либо мутации рецептора эпидермального фактора роста, либо ALK, и уже, соответственно, назначаем либо гифетиниб, либо эрлотиниб, либо афотиниб. Либо афотиниб можно использовать в качестве второй линии при прогрессировании, если первая линия была, или ИРС, или Торцева. И, ну, соответственно, так сказать, использовать кризотиниб при наличии ALK мутации. Ну и вопрос, будет ли когда-то вот немелкоклеточный рак легкого неизлечимым заболеванием с длительной выживаемостью? Сейчас все-таки это с короткой выжимаемостью. Мне кажется, что да, потому что то, что мы видим, у нас появляется инструмент сдерживать опухолевый процесс. Причем иногда можно возвращаться, даже после прогрессирования, после химиотерапии, возвращаться к ингибиторам тирозинкиназа первого поколения и опять получать лечебные эффекты. Так что, в общем, в будущее смотрим с оптимизмом. Спасибо. Продолжение следует...